Сегодня в ДК «Октябрь» состоялся традиционный педагогический совет. На нем подвели итоги учебного года минувшего и обозначили планы на будущий. Что планируется изменить в городском образовании, узнала наша съемочная группа. Основной целью педагогической конференции стало определение задач на будущий учебный год. Руководством города было озвучено два пути – создание комфортных условий для работы педагогов и повышение их социального статуса. Как бы обещания, которые были высказаны губернатором вчера на областной конференции о том, что заработная плата будет доведена до уровня заработной платы в промышленности, чтобы они сбылись. Со сцены говорили об успехах прошлого учебного года и о том, над чем нужно работать в будущем. В этом году на ремонт зданий образовательных учреждений и модернизацию противопожарных средств выделено 1 миллиард 188 миллионов рублей. Это более 31 процента от городского бюджета. Цифра очень большая для образования, но освоить ее не составит труда. Слишком много проблем накопилось. По-прежнему крайне остро стоит вопрос о недостатке мест в детских садах. Управление образования планирует вернуть здания федеральных структур в свое пользование. Таким образом, очередь полностью исчезнет только в 2015 году. Отдельно остановились на другой проблеме. Слишком много выпускников волгодонских школ уезжает учиться и работать в другие города. К примеру, из 500 человек в местный вуз поступили лишь 34. Остальные переехали. Атомная энергетика и филиал московского МИФИ. Филиал МИФИ. Это как раз уникальная возможность для каждого нашего ученика получить образование и получить хорошую возможность работать, не уезжая из своего города. Нигде учиться даже, а главное вернуться в родной город. В завершении конференции Виктор Фирсов отметил выдающихся педагогов. Городоначальник вручил им благодарности за профессиональную и плодотворную работу. Сегодня получил награду в благодарственное письмо от мэра города за вклад в плодотворную работу. Как это говорится, речь Стива Джобса я вряд ли смогу повторить, но одно считаю верным. Свою работу надо любить. Анастасия Дубас, Евгений Иванков, Новости ВТВ.